8 слов на книгу Бытия. Слово первое, Бытие 1.1. Приятна весна мореплавателям, приятна земледельцам. Но не так приятна мореплавателям и земледельцам весна, как приятна желающим любомудрствовать время поста. Это духовная весна для души. Это истинное умерение помыслов. Земледельцам приятна весна потому, что они видят, как земля украшается цветами, как всюду покрывает ее подобно разноцветной одежде, произрастающие травы. Мореплавателям приятна весна, потому что они могут безопасно плавать по морской поверхности. Когда волны утихли, и в глубокой тишине играют дельфины, часто прыгающие по самые бока кораблей. А нам приятна весна поста, потому что она успокаивает обыкновенно у нас волны. Не вот, но без умных пожеланий, и приготовляет нам венец. Не из цветов, но из даров, духовной благодати. Прекрасный венок для головы твоей и украшения для шеи твоей. Притча 1.9. Не так появление ласточки может прогонять зиму, как наступление поста удаляет из нашей души зиму страстей. Уже нет войны у души с плотью, раба не восстает на госпожу, но вся эта война тела с плотью кончилась. Итак, когда у нас теперь великий мир и глубокое спокойствие, вот повлечем и мы ладью учения из пристани в пристань, переводя кротость вашего слуха. Вот отважимся любомудрствовать о возвышенных предметах, о небе, земле, море и прочем составе творения, потому что об этом читано нам сегодня. Но к чему нам скажет что-либо слово о творении? Да, оно полезно нам, возлюбленные. Если из величей красоты тварей соразмерно познается виновник, то чем более мы станем рассматривать великую красоту созданий, тем более приблизимся к виновнику. Великое благо в том, чтобы знать, что такое тварь и кто творец, что такое создание, кто создатель. Если бы умели тщательно различать это враги истины, то не смешивали бы всего, ставя верхнее внизу. Это значит не то, что они опустили вниз звезды и небо и подняли вверх землю, а то, что царя небесного низвели с царского престола и поставили наряду с тварью. А тварь почтили преимуществами божества. Если бы манихеи умели хорошо рассуждать о тваре, то ее, созданную из ничего, тленную, приходящую, изменяемую, не почитали бы, как несозданную. Если бы умели хорошо рассуждать о тваре елины, то не уклонились бы от истинных заблуждений, не поклонялись бы и не послужили бы твари вместо Творца. Прекрасно небо, но создано для того, чтобы ты воздал поклонение Творцу. Светло солнце, но для того, чтобы ты почтил Создателя, а если ты останавливаешься только на чудесах Творения, смотришь на красоту Созданий, то свет для тебя стал тьмой, а лучше сказать, ты свет превратил в тьму. Видишь, какое благо в том, чтобы знать учение о тваре. Не пренебрегай же этим благом, но слушай внимательно слова наши. Мы будем говорить не только о небе, земле и море, но и о нашем происхождении. Также и о том, откуда смерть, от чего жизнь стала тягостной, откуда скорби и заботы. Объяснение относительно этого и многого другого Бог даровал нам в этой книге. Бог не отказывается защищаться перед людьми, но вопиет через пророка. «Придите и рассудим, — говорит Господь». И не только защищается и судится, но еще учит, как избежать нам осуждения. Не просто сказал, придите и рассудим, но наперед показал, что нам говорить и что делать, а потом повлек на судилище. Послушай же, что выше сказано у пророка. Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела. Научитесь делать добро, судите сироту, оправдайте вдовицу. И затем, говорит, придите и рассудимся, — говорит Господь. «Я не хочу, — говорит, — взять вас на суд совершенно беззащитными, но снабдив вас средствами к оправданию. Я призываю к ответу, и судиться с вами хочу не для того, чтобы осудить, но чтобы пощадить». Так говорит Бог и в другом месте. «Говори ты, чтобы оправдаться. Есть у тебя жестокий и нещадный обвинитель. Предупреди занять его место. Загради его бесстыдные уста». В начале Бог сам беседовал с людьми, насколько людям возможно слышать слова Божии. Так он пришел к Адаму, так обличил Каина, так говорил с Ноем, так явился странником Аврааму. Но когда природа наша уклонилась к злу и как бы удалилась в дальнюю чужую страну, тогда уже Бог посылает к нам, как к находящимся вдали на чужой стороне, Писание, возобновляя как бы через какое письмо с нами старую дружбу. Это Писание послал Бог, а через Моисей принес, стойко Моисей. Что же говорит Писание? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Почему говорит нам Писание не об ангелах, не об архангелах? Ведь если Творец познается из тварей, то тем более он открывается через этих духов. Прекрасно небо, но не так прекрасно, как ангел. Светло солнце, но не так светло, как архангел. Почему, оставив высший путь, Писание ведет нас низшим? Потому что оно говорит иудеям, которые были так нерассудительны, привязаны к чувственному, и только что вышли из Египта, где люди почитали крокодилов, собак, обезьян, поэтому невозможно было вести их к Создателю высшим путем. Конечно, тот путь высший, но зато он более труден, тяжел и более крут для слабых. Поэтому Писание ведет их легчайшим путем через небо и землю, и море, и всю видимую тварь. А что в этом действительно причина? Послушай, как Пророк говорит им и о горних силах, когда они сделали некоторые успехи. Хвалите Господа, говорит с небес, хвалите Его в Вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, ибо Он сказал, и стало, повелел, и явилось. И что удивительно в том, что в Ветхом Завете употребляется такой способ научения, если и в Новом, когда настало время высших уроков, Павел, беседуя с афинянами, пошел тем же путем, каким шел Моисей, уча Иудею. И он говорил им не об ангелах, архангелах, а о небе и земле и море. И вот как проповедовал Бог, сотворивший мир и все, что в нем, сей, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет. Но когда он беседовал с колоссианами, то повел их уже не этим путем, а предлагает им высшую проповедь, говоря, ибо им создано все, что на небесах и на земле, престолы ли, господство ли, начало ли, власть ли, все им и для него создано. Так Иоанн, имея учеников более совершенных, упомянул вместе о всей твари, не сказал небо, земля и море, но все им создано, и без него ничто не начало быть, что начало быть, видимое ли то или невидимое. Как между учителями, один, приняв дитя от матери, учит его первым начаткам, а другой, получив ученика от другого учителя, ведет его к высшим познаниям. Так же поступали Моисей, Павел и Иоанн. Моисей, имея дело с нашей природой, еще ничего не знавший, только что отнятый от молока, научил ее первым начаткам богопознания. А Павел и Иоанн, приняв их, люди от Моисея, как бы от учителя, возводит их к высшему учению, кратко напомнив прежде преподанное. Видел ты сродства обоих заветов, видел их согласие в учении, слышал о создании чувственных вещей в Ветхом Завете и умных сил у Давида, которые, говорит, он сказал и стало. Так и в новом апостол, говоря о невидимых силах, сказал и о чувственной твари, вначале сотворил Бог небо и землю. Слово это кратко и просто, выражение одно, но оно может разрушить все твердыни противников. Смотри же, приходит манихей и говорит, вещество не сотворено. Скажи ему, вначале сотворил Бог небо и землю, и тотчас не изложишь все его сомнение. Но он, скажет, кто-либо не верит слову Писанию, тогда ввиду этого отринь его и устранись, как от безумного. Кто не верит тому, что говорит Бог, но обвиняет истину во лжи, не представляет этим неверием ясного доказательства своего безумия. Но как, скажет, могла что-либо произойти из несуществующего? А ты скажи мне, как может произойти что-либо из существующего? Что земля произошла из несуществующего, я этому верю. А ты сомневаешься. Но что человек создан из земли, в этом мы оба согласны. Так объясни то, что оба мы признаем, и что более легко, то есть как естество плоти произошло из земли. Из земли ведь приготовляется глина, кирпич, горшок, черепица, а чтобы из земли образовалась плоть, этого никто не видал. Как же произошел телесный состав? Как образовались кости, как нервы, как жилы, как артерии, как перепонка, жир, мясо, кожа, ногти, волосы и такое разнообразие различных веществ из одного вещества, земли? Ты не можешь объяснить этого. Так не странно ли, что не знающий более ясного и легкого занимается и рассуждает о более трудном и сокровенном 730? Хочешь ли остановить внимание на другом, еще более легком, на том, что бывает ежедневно, но не дашь мне объяснение относительно этого? Мы каждый день вкушаем хлеб. Как же объясни мне, естество хлеба обращается в кровь, слизь, в желчь и в прочие наши соки. Хлеб ведь густ и тверд, а кровь вещество жидкое, разливающееся. Тот белый или имеет цвет пшеницы, а кровь красная или черная. Если рассмотришь и другие различные качества, то найдешь большую разность между хлебом и кровью. Как же это происходит? Скажи мне, не дай отчет. Но ты не можешь. Не будучи в состоянии объяснить ежедневные изменения пищи, можешь ли ты требовать от меня отчета в творении Божьем? Не крайне ли это безрассудство? Если Бог подобен нам, требуй объяснения того, что совершается. Лучше же и в этом случае не требовать, потому что и о многих произведениях человеческого искусства мы не можем сказать, как они совершаются. Например, как из земли, из рудников образуется золото, как песок превращается в чистое стекло. Можно указать множество и других вещей, которые делаются человеческим искусством, но как, мы не знаем. Но пусть так. Если Бог подобен нам, требуй объяснения. А если Он бесконечно отстоит от нас и несравненно превосходит нас, то не крайне ли будет безумие, если мы, признавая мудрость и силу Его беспредельную, божественную и непостижимую, требуем от Него отчета в каждом деле, как бы в человеческом каком произведении. Но оставим вставание и станем опять на несокрушимую скалу. Вначале сотворил Бог небо и землю. Стой на этом основании, чтобы кто не свел тебя в смуту человеческих умствований, ибо помышления смертны, боязливы и погрешительны умышления их. Премудрость 9.14 Не оставляй же твердого основания и не вверяй спасению души своей слабому и ненадежному, но пребывай, чему ты научен, зная, от кого ты научен, что тебе верено. И говори, вначале сотворил Бог небо и землю, манихея ли придет, маркион ли, одержимый ли недугом Валентина, другой ли кто, противопоставляем это изречение, и если увидишь, что он смеется, поплачь об нем, как о безумном. У них еретиков. Свет лица бледный, брови опущены, слова тихие. Но беги обольщение и узнавай волка, скрывающийся под видом овцы. Возненавидь его особенно за то, что он по отношению к тебе, такому же, как он рабу, кажется тихим, кротким. А в отношении к общему нашему владыке злее бешеных собак. Ведет непримиримую брань и непрерывную войну с небом, и противопоставляет Богу какую-то враждебную силу. Беги, яда нечестия, возненавидь гибельные отравы и тщательно храни полученное тобой от отцов наследство, веру и учение Божественного Писания. В начале сотворил Бог небо и землю. Что значит, что сперва названо небо, а потом земля? Сперва кровля, а потом основание. Да, Бог не подлежит естественной необходимости, не подчинен правилам искусства. Воля Божия есть создательница и художница и природа искусства, и всего существующего. Земля же была невидна и пуста. Почему Моисей небо представил законченным, а землю устрояемую постепенно? Для того, чтобы ты познал могущество его в создании высшей стихии. Удостоверился, что он мог и землю, подобно небу произвести, вполне оконченную. Но он сделал не так для тебя и твоего спасения. Как скажет кто-нибудь для меня и моего спасения? Земля есть общая трапеза, и отечество, и кормилица, и мать, общий и город, и гроб. Из нее и отсюда же и пища для наших тел. На ней мы живем, проводим время и по смерти возвращаемся опять в нее. И так, чтобы насущная польза не возбудила в тебе удивлений, к ней более надлежащую, чтобы многочисленность благодеяния не увлекла к нечестию, Моисей предварительно показывает ее тебе безобразную и безвидную, чтобы ты увидел ее несовершенству, удивлялся тому, который создал ее, и вложил в нее всю эту силу, чтобы ты прославил того, кто устроил это для нашего пользования. Прославляется же Бог не только правыми догматами, но и жизнью. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Хотел я присовокупить еще слово милостыни, но кажется мне излишне учить вас словом, когда учит вас делами сидящий теперь среди вас. Общий нам отец и учитель, разумеется, епископ антиохийский, Флавиан. Он как будто для того и получил от предков отцовский дом, чтобы отдать его на пользу странникам. Он совсем уступил его гонимам отовсюду и за истину. Принимает их и оказывает им всякие услуги. Так что я не знаю, нужно ли его называть домом его или домом странников. Лучше же потому считать его домом его, что он есть дом странников. И точно имущество наших тогда особенно бывает нашим, когда мы им пользуемся не для самих себя, но исключительно для бедных. Как же это сейчас скажу? Если я отдам деньги в руки бедного, то ни обманщик не нападет, ни завистливый глаз не засматривается, ни разбойник, ни тать, разломав стену, не посещает их, ни слуга, укравший, не убегает, потому что эта кладовая безопасна. А если закопаешь золото дома, то ты подвергаешь его опасности и от разбойника, и от стенокопателя, и от завистника, и от обманщика, и от слуги, и от всякого вреда. Часто бывает, что благодаря множеству зверей и запоров, уцелевших от внешних нападений, золото не избегало рук стражи, что те, которым верено его охранение, похищали его и убегали. Видишь, что мы тогда-то особенно бываем господами своего имущества, когда вверяем его бедным. И не ради этой коцелости, это безопаснейшее место, но и потому, что приносит большую пользу и прибыль. Если дашь займы человеку, то получишь сотую часть, а если через бедных дашь займы Богу, то получишь не сотую часть, а во сто раз большую. И если ты сеешь на подородной земле, то и тогда, когда она принесет обильную жаду, получишь в десять раз более против посеянного. Но если посеешь для неба, то прибыль возрастает во сто раз, и ты получишь жизнь вечную, не стареющуюся и бессмертную. Притом здесь для сеющих семена много труда, а там посеянное произрастает без плуга, без валов и без землепашцев, и без всякого беспокойства. И сеющим там не нужно никогда бояться ни засухи, ни наводнения, ни медвяной росы, ни града, ни массы саранчи, ни другого чего-либо. От всякого рода вреда Бог оградил сеемые там семена. А если нет ни труда, ни опасности, ни страха, никакого, либо неблагоприятного обстоятельства, напротив, врастает гораздо более, чем посеяно, и произрастает столько доброго, что уха не видела, не слышала, ока не видела, и на сердце человеку не приходила. То не будет ли крайней беспечностью, оставив большее, гнаться за меньшим, бросив верное, стремиться за неверным, весьма опасным и гибельным. Какое извинение, какое прощение будет нам, если это делаем. Ссылаемся, конечно, на бедность, но мы не беднее той вдовы, которая имела только две лепты, и те положила. Поревнуем же богатство ее, будем подражать величию ее намерения. Чтобы получить нам и уготованное ей благо, которых расподобимся, всем благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому оттуда со святым духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.